Добрый вечер всем! Алло! Как? Звук пошел? Звук пошел, запись пошла, Сергей Александрович. Отлично! Можем начинать, да? Да, начинаем. Ну, мы изначально похвалим Хиллс за то, что он нам предоставил, и мы ему очень сильно благодарны. Дентал Вед последний раз в этом году проводит совместное мероприятие с Хиллсом. Ну, и это совместное мероприятие мы можем рассматривать как своеобразное подведение итогов, и, естественно, не так страшен черт, как его малютка. Мы с вами рассмотрим, что нас ожидает в следующем году, что такое регулирование в области ветеринарной деятельности, и я буду готов ответить на любые ваши вопросы, какими бы каверзными они ни были, либо вот я уже вижу, что появится ли у частных клиник возможность выписки ветеринарной деятельности, нужна информация и так далее, и так далее. Давайте мы этот вопрос с вами оставим на самый конец нашего вебинара. На этот вопрос у нас тоже найдется ответ. Итак, коллеги, добрый вечер. Сегодня 22 декабря 2014 года. Конец первого рабочего дня, последней активной рабочей недели, сложнейшего для городской ветеринарии года. В этом году должно было начаться движение по пути реорганизации ветеринарной лечебно-профилактической деятельности в части, не имеющей отношения к обеспечению безопасности страны, ее граждан, ее территории. Часть малая, но очень важная. Это прежде всего регулирование входа-выхода на рынок ветеринарных услуг, основанное на определении минимальных требований к качеству оказываемых услуг, их спектру и определении рычагов для принуждения к появлению желания повышения квалификации ветеринарными специалистами. И это еще не все. Сегодня первый, самый короткий световой день в этом году. Если все, вышесказанно, сублимировать, выкинуть шелуху и оставить только самое ценное, то всем спасибо. Сергей Витальевич, звук у вас выключился почему-то? Микрофон красный. Так, сейчас включился? Отлично. Пошел звук, да? На чем мы остановились? Коллеги, хочу акцентировать ваше внимание. Денталвет не ведет аналитическую деятельность по результатам работы государственных органов власти. Не дает оценок тех или иных действий Росельхознадзора, Минсельхоза и структур подведомственных к Минздраву. Мы проводим констатацию фактов и притягиваем их за уши к существующей законодательной базе. Мы обеспечиваем максимальное понимание перспектив работы на рынке ветеринарных лечебно-профилактических услуг как надзорными органами, показывая слабые места предпринимателей и государственных бюджетных учреждений, так и раскрываем глаза ветеринарным лечебным предприятиям различных форм собственности о возможности пролезть без мыла в законодательные отверстия или откровенно поизмываться над малограмотным чиновником, при этом с уважением, а иногда и с большой долей почтения относиться к подготовленным и грамотным коллегам из Государственной службы регионального и федерального уровней. По итогам 2014 года в мероприятиях Денталвет приняли участие только в вебинарах 1225 ветеринарных специалистов. Получили сертификат в области фармацевтической деятельности, обращение наркотических, психотропных средств ядовитых и сильнодействующих 263 ветеринарных врача, повысили квалификацию по фармакологии, анестезиологии, стоматологии, рентгенологии. При обороте наркотических и психотропных 221 специалистов. Выдано документов о повышении квалификации 564. Выдано сертификатов участников мероприятий Денталвет 1769. Если сложить все эти цифры, то получится 4032 ветеринарных специалиста. А если перемножить, то это будет более 71 триллиона. Ровно год назад ветеринарию России всколыхнула информация, что телетамин планируется к внесению в перечень наркотических и психотропных препаратов, оборот которых на территории Российской Федерации ограничен требованиями к лицензированию. Телетамин – компонент препарата залетил. И введение в перечень телетамина означало бы только одно – вывод залетила из свободного вращения. А это, в свою очередь, было чревато резким сокращением возможностей ветеринарных клиник при проведении хирургических операций и различных манипуляций, сопряженных с болью. Косвенным подтверждением серьезности намерений Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков послужило введение телетамина в перечень наркотических средств в Белоруссии в январе этого года. Гармонизация законодательства России и Белоруссии должна быть закончена к концу 2017 года. Я думаю, что очень хорошо, что наши предположения не оправдались, что телетамин не введен в перечень наркотических и психотропных препаратов. Но я полностью согласен с ассоциацией анестезиологов, что это всего лишь время. Время, которое неуклонно идет, и рано или поздно все-таки телетамин окажется в этом списке. Предполагаемые проблемы с усложнением оборота телетамина подтолкнули к глубокому анализу законодательной базы, регулирующей оборот наркотиков и психотропов. И результат не заставил себя ждать. Ветеринарным сообществом получение лицензии на использование наркотиков перестало восприниматься как самоубийство. Зарегистрирован кетамин для ветеринарного применения, 10%. Появились наркотные лицензии на применение и хранение. Формируется ветеринарный наркодилер, обладающий лицензией на оптовую деятельность в сфере обращения лекарственных препаратов, в состав которых входят наркотические средства и психотропные вещества. Активно развивается рынок лекарственных препаратов ветеринарного назначения из группы ядовитых и сильнодействующих, таких как трамал, теопентал, различные анаболики. Вот трамал и теопентал вам знаком. Эти вот гадкие ядовитые насекомые тоже вы их видели. А что из себя представляет андропен? Значит, андропен – это тоже его действующее вещество, включено в состав сильнодействующих и ядовитых, вернее, не состав, а в перечень сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, перечень которых создан для целей статьи 234. Андропен применяется в качестве анаболического средства при выращивании слинопоголовья. Но на сегодняшний день я в свободном обращении этого андропена тоже не видел. И, к сожалению, близнецы начали использовать в своей деятельности анаболики, а о том, что используют другие ветеринарные клиники в других субъектах Российской Федерации, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, до меня пока подобной информации не доходило. Лекарственные средства. Что случилось? Что случилось с лекарственными средствами за этот год? Окончательно разделены на препараты ветеринарного и медицинского применения. Две фармацевтические лицензии – медицинская и ветеринарная. Одинаковые штрафы нарушения оборота лекарственных средств до 200 тысяч рублей. Об этом у нас был тоже вебинар, но вкратце я могу немного это напомнить. На сегодняшний день создана проблема в результате внесения дополнений изменений в закон об обращении лекарственных средств. Проблема для работы ветеринарных служб, которые занимаются лечебно-профилактической деятельностью. Не секрет, что 80% лекарственных препаратов, используемых ветеринарными врачами при амбулаторном приеме в городах, при работе с непродуктивными животными, Это лекарственные препараты, которые выпускаются в фармацевтической промышленности и не имеют регистрации в Россельхознадзоре. Так вот, если вы используете эти лекарственные препараты, вы нарушаете правила обращения лекарственных средств, что влечет за собой наказание до 200 тысяч рублей. Таким образом, мы с вами выходим в следующем году на уровень штрафов, достаточно бюджета емких, что для нашего государства в условиях нынешних событий на валютном рынке очень и очень актуально. Именно поэтому, я полагаю, что люди, которые хотят спокойно работать, лучше получить лицензию на обращение на фармацевтическую деятельность в части обращения лекарственных средств, медицинского применения в том числе, чтобы можно было спокойно работать. Ну, как яркий пример, допустим, существует два физраствора. Один выпускаемый медицинской промышленностью, другой выпускаемый ветеринарной промышленностью. Если в ветеринарии вы применили медицинский физраствор, то штраф возможен до 200 тысяч рублей. Другой вопрос, каким образом это нарушение будет зафиксировано. Но, поверьте, за 200 тысяч рублей механизм фиксации подобного нарушения, он будет отработан достаточно быстро. Ну, дальше я буду останавливаться на одном очень интересном случае. Буквально вчера этот случай произошел на территории города Королева. Это ИП Ленев. Вот мы к этому случаю вернемся и сразу же вспомним то, что происходило и с лекарственными средствами, в том числе у господина Ленева, у нашего коллеги. Росельхознадзор в этом году наконец-то прочитал, что хранение лекарственных препаратов – это отдельный самостоятельный вид фармацевтической деятельности. Безграмотное письмо с разъяснением об отсутствии необходимости получения фармлицензии, если лекарственные препараты используются исключительно для лекарственного обеспечения оказываемых ветеринарных услуг и не реализуются в розницу, было изъято из свободного доступа. Во всяком случае, мне его на сайте Росельхознадзора обнаружить не удалось. Одно из известных предпринимательских объединений в сфере зообизнеса, используя возможности опоры России, инициировало внесение дополнений изменений в закон об обращении лекарственных средств. Теперь однозначно необходимо получать фармацевтическую лицензию в части хранения препаратов при лекарственном обеспечении платных ветеринарных услуг, оказываемых неограниченному кругу лиц. Проще говоря, если раньше можно было лицензией не заморачиваться в фармацевтической, если вы не торгуете, то теперь будь любезен получать фармацевтическую лицензию. Хотели помочь производителям лекарственных средств в расширении неконтролируемого рынка сбыта, а получили колоссальный административный барьер для малого бизнеса, для бедного ИПСника, обеспечивающего самозанятость? Одно радует, что после вступления в силу дополнений изменений в закон об обращении лекарственных средств из перечня предприятий, которым необходимо получать фармлицензию в части хранения лекарственных препаратов, исключается сельхозпроизводитель, имеющий штатных животных и ветеринарную службу, обеспечивающую здоровье от кормочного поголовья. То есть предприятия, занимающиеся разведением, содержанием и лечением, получать фармлицензию не должны, в отличие от станций по борьбе с болезнями животных, которые могут обслуживать производителей сырья животного просаждения, обеспечивая стабильность эпизодической обстановки. Я могу сейчас пояснить. Вот здесь очень узкое место. Допустим, на территории какого-то района, в зоне обслуживания станций по борьбе с болезнями животных находится свинокомплекс, либо комплекс по откорму крупного рогатого скота. Своей ветеринарной службы там нет. Таким образом, производитель вот этого мяса, владелец откормочника, у которого есть штатные животные на откорме, которые стоят, он вынужден заключать договор на ветеринарное обслуживание со станцией по борьбе с болезнями животных. Те лекарственные средства, которые станция по борьбе с болезнями животных будет использовать для лекарственного обеспечения при оказании платных ветеринарных услуг, вот этому откормочнику, эти лекарственные средства подпадают под положение олицезирования в части хранения лекарственных препаратов. Но в то же самое время, если руководитель сельхозпредприятия вводит в штат себе ветеринарного специалиста, который занимается обслуживанием животных, без внешнего оказания платных ветеринарных услуг, то есть обслуживает сам себя, в таком случае получение лицензии на хранение не нужно. Вот это достаточно узкое место, но его необходимо использовать. Из этой ситуации можно сделать вывод, что руководящий из состав союзов, введяющих предприятия, работающих в сфере зообизнеса, должен преследовать не только сиюминутные меркантильные интересы, а заглядывать вперед хотя бы на полгода. Люди, имеющие доступ к механизмам лоббирования и не понимающие, что они делают, каковы перспективы и последствия их действий, могут нанести непоправимый ущерб рынку. Расширить неконтролируемый рынок сбыта лекарственных препаратов для ветеринарного применения, а получить оброк в виде фармлицензии для лечебников и, вероятно, в связи с этим резкое снижение количества потенциальных потребителей. То есть, хотели сделать для кого-то одного, сделали для всех хуже. Сократили свободный рынок обращения лекарственных препаратов и создали колоссальные барьеры для малого предпринимательства, в частности, для индивидуальных предпринимателей. То есть, впереди в следующем году у нас с вами замаячила перспектива схлопывания рынка ветеринарных препаратов до размера владельцев лицензии. Регистрация индивидуального предпринимателя, ведущего ветеринарную деятельность, что на сегодняшний день и спускают потихонечку на тормозах. Каждый субъект Российской Федерации имеет документ, регламентирующий порядок регистрации в органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере ветеринарии. В регионах это управление, департаменты и так далее, и тому подобное. Но станции по борьбе с болезнями животных никакого отношения к надзорным функциям, которые есть у управлений и департаментов ветеринарии, не имеют. Так вот, вернемся к индивидуальному предпринимателю Линеву. Вчера мы достаточно подробно разговаривали с Михаилом Владиславовичем. У него возникла небольшая проблема. Он имеет практику на территории Московской области, это город Королев. И был искренне удивлен необходимостью регистрации в областном управлении ветеринарии. И опять же, эта информация для него стала откровением. В процессе обсуждения мы с ним обсуждали результаты проверки представителями территориального Россельхознадзора на соответствие требований положения лицензирования фармацевтической деятельности. Так вот, представители Россельхознадзора даже такого вопроса о наличии регистрации не задали. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что представителям Россельхознадзора, во всяком случае тем, которые были на проверке у доктора Линева, им было совершенно наплевать на те вещи, которые они должны контролировать, но они как бы находятся под патронажем субъектовой государственной ветеринарной службы. Ну, я считаю, что Михаилу Владиславовичу крупно повинул с проверяющими, потому что отсутствие регистрации в качестве ветеринарного специалиста они не увидели, а то, что у него есть ампула от использованного лекарственного средства, они обнаружили в результате чего взяли и вкрячили ему штраф за хранение лекарственных препаратов. То есть чиновник, проверяющий, контролер, надзирающий, он приходит, выполняет свои функциональные обязанности, а параллельно пытается решить еще и те задачи, которые перед ним ставит руководство по наполнению регионального либо федерального бюджета. Но чаще всего эти денежки поступают в консолидированный бюджет. Самое интересное, условия для ведения фармацевтической деятельности соответствуют требованиям нормативных правовых актов. Как говорится, пути Господне неисповедимы, а ход мыслей проверяющего непредсказуем. И это только яркие моменты ветеринарной казуистики. Что у нас перед вами, вернее, перед нами сейчас появилось? Это лицензия. Немного истории. Перед вами документы 2000-2000 года. Про лицензирование вкратце можно довести до вас информацию, а можно даже к этой сфере деятельности и не возвращаться. Потому что в свое время лицензирование было призвано для того, чтобы регулировать каким-то образом качество оказываемых ветеринарных услуг. Но потихоньку, полегоньку, к 2004-2005 году лицензирование ветеринарной деятельности переродилось просто в банальное вымогательство и в административный барьер, в административный рычаг, которым могли воспользоваться органы исполнительной власти на местах для конкурентной борьбы. Всего через несколько лет после 2000 года лицензирование ветеринарной деятельности было ликвидировано. Причем лицензирование ветеринарной деятельности было ликвидировано опять же с использованием механизмов, которые применяет опора России. Это было дело проведено через Государственную Думу и ликвидация лицензирования нами и вами, и ветеринарным людям была воспринята как великое благо. Но всего через год отсутствие лицензирования дало такой огромный выплат различных амбулаторных кабинетов, где ветеринарная деятельность была замешана на шаманстве, что все схватились за голову. И это при полном отсутствии нормативных документов, определяющих шословные правила ветеринарного капиталистического общежития. Потребовалось более пяти лет участникам рынка. И чиновники пришли к единому мнению о необходимости хоть как-то начать регулирование этой сферы бизнеса. И в 2007 году у нас появляется закон о саморегулируемых организациях. Вообще сама идея создания этого закона о саморегулируемых организациях, она носит правильный характер, хорошее направление, нужное, необходимое. То есть этот закон о саморегулируемых организациях призван был устранить с рынка финансовые интересы представителей надзорных органов. Эта нормальная работа этого закона в том виде, в каком он изначально был предложен в Государственную Думу, она могла обеспечить резкое повышение качества ветеринарных услуг и насыщение высокотехнологичным оборудованием. Но, к сожалению, это не произошло. То есть вот в 2007 году этот закон, он был одобрен Государственной Думой, а, по-моему, начал он работать только в начале 2008 года. Ну там, это по законодательству, с момента принятия закона и до начала его работы должен пройти определенное количество времени. Закон сам по себе мутный. Мутный в том плане, что он позволяет создавать саморегулируемые организации, не наделяя их совершенно никакой властью, без участия органа исполнительной власти. Но у всех на слуху саморегулируемые организации в области строительной деятельности. Вроде бы, самые первые сроки, которые начали образовываться и работать, это, они обязаны были обеспечить безопасность при проведении строительства и так далее, и так далее, и так далее. Но этого не произошло. В итоге, саморегулирование в строительстве вывелось в тупую продажу этих регистраций, как саморегулируемых организаций. И все были вынуждены приобретать, но это был просто дополнительный затратный механизм. Это не проблема для бизнеса, это не проблема для рынка строительного, это, если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это просто дополнительные расходы. Так вот, на сегодняшний день саморегулируемые организации в области строительства всего-навсего создают условия для дополнительных расходов бизнесу. Иначе не сможешь выйти на этот рынок. Что само по себе включает в себя понятие саморегулирования? Под саморегулируемым регулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность. Обратите внимание, инициативная, то есть должен появиться какой-то инициатор этой деятельности, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которых являются разработки и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. То есть собралось в кучу необходимое количество предпринимательских структур, либо субъектов профессиональной деятельности. Субъектом профессиональной деятельности, допустим, врачи собрались, создали для себя стандарты и как давай их исполнять и друг за другом контролировать. Мы идем дальше по статье 2 этого закона. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации предпринимательскую деятельность, а под субъектами профессиональной деятельности физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами. Опять же, если просто, без немудрства и лукава, скажу так, что, допустим, в саморегулируемой организации могут быть объединены ветеринарные клиники в виде индивидуального предпринимателя. Форма ведения бизнеса – это как индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное общество, так и физические лица, которые имеют право на ведение ветеринарной деятельности. То есть, лица с высшим, либо средним ветеринарным образованием. Что же такое саморегулируемая организация? Как дает определение этому термину закон? Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим федеральным законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров, работ, услуг, или рынка произведенных товаров, работ, услуг, либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида. Объединение в одной саморегулируемой организации субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности определенного вида может предусматриваться федеральными законами. Почему я делаю акцент на том, что объединение в одной саморегулируемой организации субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности определенного вида может предусматриваться федеральными законами. На сегодняшний день разрабатывается закон о ветеринарии, уже который год он разрабатывается. И там с завидной периодичностью появляется и исчезает тезис о саморегулировании при ведении ветеринарной деятельности. В каком сейчас состоянии закон о ветеринарии и есть ли там положение о регулировании рынка ветеринарных услуг сказать невозможно, потому что мелькание принципов организации и формирования статей закона о ветеринарии просто ошеломляющее. В саморегулировании организации признается некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным законом о некоммерческих организациях при условии ее соответствия всем установленным настоящим федеральным законом требованием. К числу указанных требований, помимо установленных в настоящей части, относятся объединение в составе регулированной организации в качестве ее членов не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности. То есть 25 юридических лиц, 25 ООО могут сформировать саморегулируемую организацию или не менее 100 субъектов профессиональной деятельности определенного вида, если федеральными законами в отношении саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности не установлено иное. Таким образом, если в законе о ветеринарии все-таки не будет прописано положение о саморегулировании в области ветеринарной деятельности, нам с вами для того, чтобы объединиться в эту организацию, которая будет защищать в том числе и наши права как от государственных органов исполнительной власти, так и от работодателей, необходимо будет 100 человек как минимум. Это самый-самый минимум. Наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации. Я акцентирую опять же внимание на том, что все эти стандарты должны выполняться членами саморегулируемой организации. Возникает вопрос, а что если я не захочу вступать в вашу саморегулируемую организацию и не захочу создавать свою саморегулируемую организацию? Ну, значит, тогда никоим образом на мою профессиональную деятельность ваша саморегулируемая организация никакого влияния иметь не будет. И плевать я хотел на ваши стандарты и буду делать то, что посчитаю на рынке нужным, если это не будет выходить за рамки Уголовного кодекса и Административного. Обеспечение саморегулируемой организации дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров, работ, услуг и иными лицами в соответствии со статьей 13 настоящего закона. Это что такое? Это так называемая материальная ответственность, она может базироваться на страховании профессиональной ответственности ветеринарного специалиста. Кто бы что ни говорил, о страховании именно профессиональной ответственности ветеринарного специалиста является одним из столпов саморегулирования и вообще регулирования. Какого бы то ни было регулирования в целом не только в ветеринарии, но и по всем возможным направлениям различных услуг, как в социальной сфере, так и в иных сферах деятельности. В случае, если иное не установлено федеральным законом для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации, некоммерческой организации должно быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требованием стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрении дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации. То есть вот все, что мы с вами видим в этом законе о саморегулируемых организациях, это все классно, все изумительно и все это нужно. Полностью мы с этим согласны. И я думаю, что здесь присутствуют сейчас члены саморегулируемой организации, слушают то, что я сейчас несу, вот эту чушь и ахинею. У нас две организации саморегулируемые. Одна организация уже зарегистрирована и вторая организация, которая претендует на звание саморегулируемой, находится в стадии формирования стандартов и требований к своим членам и к работникам членов саморегулируемой организации. Требования, предусмотренные пунктами 1.3.3 настоящей статьи и предъявляемые к саморегулируемой организациям, и требования, предъявляемые к некоммерческим организациям для признания их саморегулируемыми организациями, являются обязательными, если иное не установлено федеральным законом. То есть закон о саморегулируемых организациях постоянно дает отсылочные нормы на специфические федеральные законы. Для нас таким федеральным законом будет закон о ветеринарии. Он может называться иначе, но смысл от этого не теряется. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. И утрачивает статус саморегулируемых организаций. То есть это уже те варианты, те нюансы, которые нет необходимости знать и пытаться понять. Это уже относится больше, скорее всего, к юридическим нормам. Статья 4. Предмет саморегулирования. Стандарты и правила саморегулируемых организаций. Коллеги, может быть это несколько нудно все происходит. Но об этом нужно знать, потому что без понимания положения закона о саморегулируемых организациях, невозможно будет воспринять то, о чем я буду говорить в последующем. Предметом саморегулирования является предпринимательская или профессиональная деятельность субъектов, объединенных в саморегулируемой организации. Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, под которыми понимаются требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательны для выполнения всеми членами саморегулируемой организации. Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, стандарты и правила, а также особенности содержания, разработки и установления стандартов и правил саморегулируемых организаций. Вот очень часто слышатся стоны со всей территории Российской Федерации по результатам проверки исполнения требований положения о лицензировании фармацевтической деятельности. Последний раз, по-моему, Артем, это из Екатеринбурга вопрос такой поступал. Но Россельхознадзор в Сырловской области гоняет предпринимателей и наказывает за нарушение инструкции по хранению лекарственного препарата. Это неправомерно. Россельхознадзор прекрасно это понимает, сразу же все это дело сбрасывает в судебные органы. Решение это попадает на откуп мировым судьям, а мировые судьи не заморачиваются, они принимают в сторону исполнительного органа власти государственного, и предприниматель опускает руки. То есть я к чему говорю, что определение температурного режима в инструкции, оно фиксируется на основании ГОСТа. ГОСТ не является нормативным правовым документом. Его положение любого ГОСТа, государственного стандарта, является ориентировочными и носит рекомендательный характер. И нарушение того, что рекомендуется, но не обязательно к исполнению, не должно быть наказано. Здесь, если бы вы участвовали в саморегулируемой организации, и саморегулируемая организация признала бы положение этого ГОСТа, тогда да, тогда вся полнота ответственности ложилась бы на вас. ГОСТа ГОСТа Саморегулируемая организация вправе принять стандарт, который определяет, что является гуманной эутаназией, а что является негуманной. ГОСТа 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 Противность наказания за правонарушение. Если нарушить нельзя, тогда он будет исполнять, если будет следовать за этим наказанием. Я долго-долго обсуждал эту тему со многими главными ветеринарными врачами, руководителями предприятий, наемными руководителями предприятий, с владельцами ветеринарных клиник, просто с людьми, с профессионалами, имеющими узкую специализацию. Ну, действительно, если отсутствует механизм принуждения заставить человека выполнять добровольно какие-то стандарты, ну, просто нереально. Рано или поздно человек от этих стандартов начнет уходить. И сейчас люди уходят от стандартов, но уходят от этих стандартов с оглядкой. Из серии, как бы чего не вышло. В процессе регистрации на сегодняшний день находится еще одна ветеринарная саморегулируемая организация, но это уже в Москве. Это Национальная ветеринарная палата, рожденная усилиями доктора Мендоса. Заявляются те же цели, что и в Питере, но механизм реализации более конкретизирован, что перечеркивается той же проблемой, что и в Питере, отсутствием официального механизма принуждения к исполнению разрабатываемых стандартов и правил к своим участникам. Я уже не говорю про подобные меры, которые должны быть направлены и на обычных, сочувствующих ветеринарных граждан. То есть, опять же, вернемся на 10 минут назад. Допустим, Сергей Леонардович создал саморегулируемую организацию. Высокие стандарты, высокие требования, очень высокое качество услуг. Я готов войти в эту саморегулируемую организацию, но не буду входить по одной простой причине, что мне нужно периодически снижать ту планку, которую устанавливает эта саморегулируемая организация. То есть, рождение саморегулируемой организации возможно только при взаимном желании участников держать определенный уровень, высокий уровень качества оказания платных ветеринарных услуг. Ну, то, что сейчас делает Сергей Леонардович, заслуживает уважения и потратит он достаточно много времени, но результат должен быть просто восхитительным. Но по времени, конечно же, затяжка будет конкретная. Где же выход из создавшейся ситуации? Что регулирование рынка ветеринарных услуг необходимо? Я думаю, в этом ни у кого не возникает сомнения, потому что большое количество аферюк с вовнами. Регуляторных функций у государства на сегодняшний день нет. Стандартов нет. Саморегулируемая организация не слишком-то и сможет воздействовать, если вы не являетесь участниками. Что? Каков выход? Вот парадокс, а выход именно в этих саморегулируемых организациях и есть. Но не по российскому закону АСРО, а в рамках международного законодательства, в цепких объятиях Международного эпизотического бюро. Всемирная организация здравоохранения животных МЭП – одна из старейших и влиятельнейших межправительных организаций в мире. В настоящий момент организация насчитывает 178 стран-членов, разделенных на 5 регионов. Африка – 52 члена, Америка – 30, Азия – Дальний Восток и Океания – 36, Европа – 53, Ближний Восток – 20. В этом году представительство Международного эпизотического бюро открыто и на территории России. У этой организации есть масса проектов, в том числе и регулирование рынка ветеринарных услуг с точки зрения безопасности и качества. Международное эпизотическое бюро обладает рычагом принуждения и в России. Опираясь на опыт и нормативные акты этой организации, можно создать действенную, полномочную организацию. Проблема лишь в том, что люди на этой фотографии, в силу разных причин, не будут заниматься организацией этого процесса. У них задача более масштабная – обеспечение безопасности страны. А регулирование рынка ветеринарных услуг – это прежде всего создание условий для повышения их качества и внедрение новых технологий в ветеринарной лечебно-профилактической деятельности и ее лекарственном обеспечении. Продолжение следует... По своему законодательству они наиболее близки к законодательству бывших стран Советского Союза, в частности, Казахстана и России. У них уже идет движение по полной программе. Регулируется рынок. У них введено лицензирование. Причем лицензирование в самой мягкой форме. Ну, конечно, для того, чтобы полностью быть уверенным, что лицензирование в Казахстане в мягкой форме, либо в жесткой, нужно непосредственно самому все это дело пройти. Пока о мягкости форм лицензирования ветеринарной деятельности на территории Казахстана я говорю из того, что написано. А это мог писать не только предприниматель, это мог писать и, естественно, чиновник, для которого это показатель его работы. Ключевые факторы функционирования административной общественной единицы, которая может регулировать рынок, регулировать качество ветеринарных услуг. Исключая естественный отбор по принципу 90-х, это контроль за соблюдением членами, частно практикующими врачами, профессиональных обязанностей и правил, установленных этическим кодексом российского ветеринарного врача. Этот кодекс уже существует достаточно давно, я его читал еще до, по-моему, то ли в 97-м, то ли в 98-м году, но официальный толчок, этот этический кодекс российского ветеринарного врача получил на Московском ветеринарном конгрессе в апреле 2005-го года. В кодексе содержатся основные принципы профессиональной практики, в которых должны придерживаться частные ветеринарные врачи как в личном поведении, так и в отношении с коллегами, администрацией и партнерами. Нарушивший какое-либо положение кодекса подвергается процедуре дисциплинарного воздействия, которая может быть предпринята по инициативе административных или юридических органов или других заинтересованных лиц. Эта процедура может завершиться наложением санкций в разной форме, от вынесения предупреждения до запрещения профессиональной деятельности на срок до 10 лет. Вы чувствуете повторение то, что было минут 10-15 назад в законе о саморегулируемых организациях и то, что происходит сейчас. Я сейчас вам привожу те тезисы, которые будут приняты нашими казахскими партнерами. Следующее. Для выполнения своих контрольных функций регулирующий орган должен в первую очередь знать точное количество и профессиональное качество своих членов. Все мы с вами помним этот мультфильм. Старый мультфильм, советский. Вот там козленок научился считать до 10 и ходил всех считал. Возмущение просто не было предела у тех, кого он сосчитал. Но тем не менее, если бы он не смог считать, либо не умел этого делать, то теплоход, на который погрузились свиньи, коровы, осы и так далее, он был там... А так козленочек засчитал и пароход поплыл. То есть, пока не будет учета количества ветеринарных специалистов, пока мы с вами не будем видеть, кто, где, как работает, ничего в сфере регулирования, тем более саморегулирования, происходить не может. Продолжение следует... Вот этот пункт самый сложный. У каждого может возникнуть вопрос, а судьи кто? И чтобы на этот вопрос был ответ, здесь-то и начинают работать стандарты качества оказываемых контролируемым врачом услуг. Услуг. Это элемент регулирования рынка ветеринарных услуг уже отработан и показал себя с достаточно эффективной стороны. Речь о регистрации индивидуального предпринимателя как ветеринарного специалиста. Подобный документ существует на территории Москвы о регистрации индивидуального предпринимателя. Если раньше этот документ предполагал разрешительный момент, что, допустим, вы зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя и обращаетесь в управление ветеринарии, в главное управление ветеринарии Московской области с просьбой вас зарегистрировать как индивидуального предпринимателя, ведущего ветеринарную деятельность, и чиновник говорит, принеси мне эту бумажку, принеси мне другую бумажку, а эта бумажка тут загнута и так далее, капризничать, то на сегодняшний день прошло достаточно времени, внесены дополнения изменения в эти региональные локальные акты, имеющие статус ветеринарно-санитарных норм и правил регионального уровня. И они позволяют провести регистрацию ветеринарного специалиста уже, и эта регистрация не носит разрешительный характер, она носит уведомительный характер. Существует четкий перечень документов, которые, ну, допустим, фотография, заявление, к заявлению прикладываете копию своего диплома, копию регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность, то есть регистрация в качестве налогоплательщика, и сдаете документы. Все, на этом ваша функция заканчивается, вы уведомили органы исполнительной власти в области ветеринарной деятельности, субъекта Российской Федерации, что вы приступили к исполнению оказания платных ветеринарных услуг. И вот то, что, и не дай бог, если у вас возникнет какая-то проблема, на вас будет жалоба от потребителя ветеринарных услуг, суд 100% примет сторону потребителя, потому что вы не выполнили требования закона о ветеринарии, в частности, статья 4. Там четко регламентируется, что предприниматель должен быть зарегистрирован органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере ветеринарной деятельности. То есть маленький нюансик, с первого взгляда вроде бы он дает какое-то напряжение, затратный какой-то механизм включается, но это совершенно не так. Это механизм вашей защиты, предполагающий регистрацию и вывод из-под удара закона о защите прав потребителей. Вот такая фигня. Это только основные положения и взгляд на возможное движение в сторону регулирования рынка ветеринарных услуг. Регулирование необходимо. Если посмотреть на рекламные проспекты ветеринарных клиник и ветеринарных кабинетов, то в каждом предприятии как минимум по одному ветеринарному стоматологу. Два дерматолога, половина кардиолога и большое количество офтальмологов. В конце концов, не так страшен черт, как его малютка. Есть такая распространенная фраза. Чтобы не родилось вот такое чудо, нужно идти по пути регулирования рынка ветеринарных услуг не спеша, начиная с качества, постепенно переходя на использование кнута и пряника. Надеюсь, что компания ХИЛС в случае начала реализации международного тренинг-проекта по формированию условий для развития ветеринарии, для регулирования ветеринарии в России, примет активное участие и, как всегда, поддержит наше ветеринарное сообщество. Коллеги, я готов ответить на ваши вопросы. Сейчас Артем Сергеевич распечатает вопросы и перейдем к ответам. Ветклиника с ветаптекой. Лицензия на ветаптеку есть. Надо ли получать еще лицензию на клинику? Не понял. Значит, ветклиника с ветаптекой. Если это одно юридическое лицо или на территории по одному адресу находится, допустим, ИП, осуществляющая ветеринарные услуги, и тут же находится ветеринарная аптека, как другое юридическое лицо. Лицензия на ветаптеку есть. Надо ли получать еще лицензию на клинику? Если это два различных хозяйствующих субъекта, то лицензия в части хранения лекарственных препаратов получать необходимо. Регистрация. Второй вопрос. Регистрация специалиста необходима только при ИП, для врачей, работающих ООО, не надо? Да, это именно так. Потому что статьей 4 закона о ветеринарии предусмотрена регистрация только специалиста в области ветеринарной деятельности, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Таковым у нас является индивидуальный предприниматель. Специалисты, которые работают в штате ООО, не ведут предпринимательскую деятельность. Они являются сотрудниками ООО. И вот ООО ведет предпринимательскую деятельность. Регистрация в органе исполнительной власти для ООО не предусмотрена. В каком состоянии сейчас в России страхование профессиональных рисков? Ни в каком. В дерьмовом оно состоянии. Ибо просто-напросто нет этого страхования профессиональных рисков. Естественно, мы с вами сейчас обсуждаем профессиональные риски ветеринарного специалиста при оказании лечебных ветеринарных услуг. Именно давайте будем говорить о лечебно-профилактических ветеринарных услугах. Я очень хорошо знаком с этой ситуацией, потому что сотрудник близнецов Анна Сергеевна Спирина, она собиралась ехать на стажировку в Америку, в один из университетов, в референтную клинику по ветеринарной стоматологии. И для того, чтобы она могла смело вести прием поступающих в клинику животных, самостоятельно вести прием, ей необходимо было получить профессиональную страховку. Никто ни в Российской Федерации, ни на территории Европы, ни на территории Соединенных Штатов Америки подобную страховку не дал, несмотря на то, что диплом Анны Сергеевны нострифицирован для работы на территории Евросоюза. Страховка от профессиональных рисков дается только участникам регулятора ветеринарной деятельности на территории Евросоюза. То есть участие в регуляторе ветеринарной деятельности, если такое будет вдруг организовано на территории Российской Федерации, оно выгодно ветеринарному специалисту, потому что он получает страховку своей профессиональной деятельности. И если на сегодняшний день не каждый работодатель обеспечивает профессиональную защиту для своих сотрудников, то чаще всего он может не придерживаться принципа, что ветеринарный врач всегда прав, а то, что он не прав, он может узнать только в кабинете руководителя. Если он этого дела не придерживается, очень часто ветеринарные специалисты попадают под давление потребителей ветеринарных услуг. И не всегда это давление правомерно. Какие специализации будут востребованы, на ваш взгляд? Зачем далеко ходить? Посмотрите, что сейчас происходит в медицине. Как это делается, каким образом государство пытается заставить ветеринарных, вернее медицинских врачей, чтобы они повышали свою квалификацию, создает условия для инвестиций в медицинскую деятельность. Сейчас появляются высокотехнологичные медицинские услуги, в результате чего, но далеко тоже ходить не будем. 8 лет назад моей маме потребовалась замена коленного сустава на правой ноге. Тотальная замена коленного сустава. 8 лет назад она провела в ЦИТО 21 день. Ну, так было положено и действительно были какие-то осложнения, за которыми нужно было следить в условиях стационара. И буквально на прошлой неделе в четверг мы с братом маму забрали, у нее была повторная тотальная замена сустава, уже лево коленного сустава. Она провела в госпитале буквально всего 5 дней. То есть, смотрите, за 8 лет как технология шагнула вперед. Та же самая картина ожидает и ветеринарную деятельность. Она чуть-чуть обстает в своем развитии. Чуть-чуть это в мировом масштабе, в масштабе развития Земли. Но, тем не менее, все равно будут доставать. Но, посмотрите, что происходит. Если, опять же, берем ту же самую стоматологию. Стоматология – высокотехнологичная услуга. Кардиология – высокотехнологичная услуга. И так далее, и так далее, и так далее. Все равно, в любом случае, любая узкая специализация, она будет давать свои плоды. Но все узкие специалисты, они получают работу от человека, который сидит на амбулаторном приеме. То есть, тот человек, который сидит на потоке. Не каждый захочет получать эту узкую специализацию. И чем больше будут инвестиции в ветеринарную деятельность, и чем серьезнее будет регулирование входа-выхода на рынок ветеринарных услуг, тем больше будет появляться специализации. Специализации все хороши и все нужны. Когда начнут ходить проверять фармлицензию на используемые гуманитарные препараты и реально ли ее получить в маленькой клинике? Ну, когда начнут ходить, я не знаю. Был бы я чиновником, я бы уже давно начал ходить. Слава Богу, что я не чиновник, и основная моя задача защищаться от чиновников. Но поверьте, что любая плановая проверка может привести к выявлению нарушений при обороте лекарственных препаратов. Если вы будете отловлены за этим занятием, то вы будете подвергнуты либо уплате штрафа, либо взятке. А это, когда штрафы очень высокие, это очень взяткоемкий процесс и бюджетоемкий. И получить лицензию на фармацевтическую деятельность для реализации медицинских препаратов не составляет особого труда. Поверьте, близнецы практически все получили лицензию. Лицензию и сейчас в стадии оформления, по-моему, у нас митина, да, в стадии оформления находится. Остальные все уже получили лицензию на фармацевтическую деятельность. Мы к этому тщательно готовились, ждали, что у нас это будет точно так же, как происходило с наркотическими лицензиями. Нет. Все прошло достаточно гладко. И я знаю, что сейчас уже еще четыре ветеринарных клиники в Москве приступили к получению лицензии медицинских фармацевтических. И что самое интересное, в Питере все станции по борьбе с болезнями животных, все ветеринарные государственные клиники, они имеют две лицензии. Одна лицензия выдана Россельхознадзором и вторая лицензия выдана медицинским подразделением. Это медицинская фармацевтическая деятельность. Получайте, коллеги, получайте, потому что вы, когда используете лекарственные препараты, выпускаемые фармацевтической промышленностью, медицинской, вы являетесь прекрасным источником дохода для проверяющего, либо для нашего российского бюджета. Чревато ли чем-то использование ИП медицинских приборов, например, офтальмоскопа, ввезенного в Россию и США без сертификата качества. Ну, медицинский прибор у вас, если вы используете медицинский прибор для оказания ветеринарных услуг, то медицинское оборудование и ветеринарное оборудование, вообще для ветеринарной деятельности оборудование не подлежит сертификации и регистрации. Если вы будете использовать без сертификата качества медицинский прибор, в частности, вот тот же самый офтальмоскоп, для оказания медицинских услуг, тогда вы будете нарушать закон. Если вы используете его без сертификата для оказания ветеринарных услуг, то вы ничего не нарушаете и вас никто наказать за это не сможет. Имеет ли право работники в ветуправлении проверять объект подачи заявлений на регистрацию, что конкретно они имеют полномочия проверить? Значит, это все зависит от ст. 4 закона о ветеринарии. И прописана только ваша обязанность, что вы обязаны зарегистрироваться в органе исполнительной власти, ну, в том же самом ветеринарном управлении. Ну, хорошо. Ну, придет ветеринарное управление вас проверять. Что они будут проверять? На соответствие чему? Нет никаких требований. Даже если они захотят к вам приехать, ну, пусть приезжают, пусть проверяют, что хотят, пусть то и пишут. Но отказать вам в регистрации они уже не вправе. На сегодняшний день регистрация ИП носит уведомительный характер. Но, опять же, нужно иметь в виду, что после получения, после регистрации, после того, когда вы сдали документы на регистрацию в качестве ветеринарного специалиста, после этого управление ветеринарией вправе прийти и проверить по жалобе потребителя. А если стоит цель вас проверить, поверьте, потребителей такая куча с жалобами найдется, которых можно организовать. То есть старайтесь как можно меньше конфликтовать с государственниками, но если уж деться некуда, то ветуправление вас может проверить. Но наказать за то, что они проверили, за исключением обращения лекарственных средств на сегодняшний день, они не могут. То есть за обращение лекарственных средств на сегодняшний день может наказать государственная ветеринарная служба в полном составе, начиная от Россельхознадзора Федерального и заканчивая территориальными управлениями по субъектам Российской Федерации, а также государственные ветеринарные инспектора, которые размещены в субъектах Российской Федерации. То есть государственный ветеринарный инспектор, который находится в штате управления ветеринарией. Понятно, да? Что теперь, если раньше только Россельхознадзор мог отодрать по полной программе, то теперь еще подключается по обороту лекарственных препаратов еще и управление ветеринарией. Так, пошли у нас слухи. Какие слухи будут ли уменьшать бюджет госветслужб? Ибо бесплатная вакцинация и постройка пятиэтажных госцентров на деньги налогоплательщиков утомила. Она никому не нравится. Я с вами полностью согласен. Нельзя ставить пятиэтажные государственные центры на деньги налогоплательщиков, если идет разговор только об оказании платных ветеринарных услуг. Это из серии, почему мой телевизор кто-то должен ремонтировать бесплатно. Это не так. Но не нужно забывать, что в этих ветеринарных центрах также размещаются и структурные подразделения Государственного ветеринарного надзора, и структурные подразделения, которые занимаются ветеринарно-санитарной экспертизой и исполняют контрольные функции за перемещением продукции животного и растительного происхождения. Я понимаю, что это слабый аргумент для вас. Но, тем не менее, пока изменения и дополнения в общие условия финансирования государственных ветеринарных служб пока нет. Что будет дальше, станет понятно. Единственное только, что лечебные профилактические услуги будут выводиться из-под бюджетного финансирования в полном объеме. В том числе и будут обложены контрибуции по уплате аренды. Конечно, это будет не 30 долларов за квадратный метр в месяц, а, скорее всего, 30 рублей в год. Но, тем не менее, все равно хоть что-то, как-то все это дело сдвигается. Чревато ли чем-то использование... Так, ну это мы ответили. Ведут ли близнецы журнал «Один вет»? Если нет, то на каком основании? Журнал «Один вет» – это журнал регистрации больных животных, если я правильно помню. Да, мы ведем этот журнал регистрации, но мы его ведем не для того, чтобы государственная ветеринарная служба смотрела правильность заполнения этого журнала. Мне эти журналы необходимы для сквозного контроля за сотрудниками по финансовым нарушениям. Это с одной стороны. И с другой стороны, при поступлении жалоб от потребителей, когда у нас начинаются внутренние разборки, этот журнал достаточно часто помогает вывести на чистую воду сволочного потребителя. А в близнецах ветеринарный врач всегда прав. Не было у нас еще ни одного ветеринарного специалиста, который бы был не прав. Если он не прав, то мы с ним это обсуждаем один на один, либо в присутствии ветеринарных специалистов. Младший ветеринарный персонал при обсуждении подобных проблем не присутствует. Вет-рентген оборудование тоже не подлежит госрегистрации? Да, не подлежит. Если рентген вы ввозите для ветеринарных целей, и на нем есть маркировка для ветеринарии, то он не подлежит регистрации. На него не нужно получать санитарно-эпидемиологическое заключение. Но, как только вы ввезли рентген с маркировкой для ветеринарии, вы тут же обязаны будете получать лицензию для работы с источниками инизирующего излучения. Пока вы используете рентгеновский аппарат, который предназначен для медицины и зарегистрирован в качестве медицинского оборудования, лицензию получать нет необходимости. Это достаточно узкое отверстие. К нему нужно, конечно же, еще там полтора килограмма обоснований с перекрестными ссылками на нормативные правовые документы. Но это так. Не покупайте рентген, который имеет источник инизирующего излучения, который имеет маркировку для ветеринарии. For veterinary only. Как только вы его купили, вы тут же подпадаете под закон о лицензировании отдельных видов деятельности в части работы с источниками инизирующего излучения. Еще. Где получать лицензию на оборот медицинских препаратов? Значит, коллеги, медицинскую лицензию на оборот лекарственных препаратов необходимо получать в департаменте медицинском, в департаменте правительства вашего субъекта Российской Федерации. Это либо Министерство здравоохранения субъекта Российской Федерации, либо департамент, как в Москве, медицинского обеспечения, департамент здравоохранения города Москвы. Я не могу точно назвать это подразделение, структурное правительство Москвы, потому что Артем Сергеевич всем лицензированием занимался и занимается в последнее время. Значит, если вы собрались получать... Вообще, эту лицензию выдают Росздравнадзор, но получение лицензии на фармацевтическую деятельность это переданные полномочия на уровень субъекта Российской Федерации. Если вы собираетесь торговать медицинскими препаратами, это один вариант, и вы должны тогда оформлять лицензию киоск. Не киоск, а пункт. Аптечный пункт, так называется это дело. Если вы не собираетесь в розницу реализовывать лекарственные препараты, а всего лишь только применять их, значит, в этой ситуации вам необходимо получать только на хранение. Но тогда вы попадаете в очень узкое место, и вам тяжело будет отмазаться. В случае, если у вас получается лицензия на хранение и розничную реализацию, вас уже никто за применение лекарственного препарата в размере 200 тысяч рублей привлечь не сможет. Получайте в департаменте здравоохранения своего субъекта Федерации. АСРО в СПБ точно зарегистрировано? Точно, точно в сентябре месяце этим делом занимался Бороздин. Это он нудный доктор, но весьма-весьма последовательный и ответственный. Он добьет все это дело до конца. И в случае, да, еще в чем прелесть участия в этой саморегулируемой организации? На сегодняшний день осуществить какую-то защиту ваших прав и интересов саморегулируемая организация на внешних проверках не в состоянии, потому что законодательство это не позволяет. Либо она позволяет оттянуть на себя часть каких-то проверочных манипуляций. Но в случае формирования национального регулятора в части ветеринарной деятельности, вот эти саморегулируемые организации, они могут стать региональными структурными подразделениями вот этой самой организации. И те предприятия, которые саморегулируемые организации, которые будут иметь уже определенный опыт к моменту формирования национального органа регулирования ветеринарной деятельности, конечно же, они будут в первую очередь введены, и им будут даны полномочия по административным процедурам. Появится ли у частных клиник возможность выписки ветеринарных свидетельств? Нет, не появится. Не появится это никогда, потому что ветеринарные сопроводительные документы это прерогатива только государственной ветеринарной службы. Во всяком случае, ни в одном проекте нормативно-правового акта, в том числе и дополнение изменения, которые сейчас готовятся к правилам выдачи сопроводительных ветеринарных документов, об этом даже речи нет, и нет никакого намека. Какая организация имеет право на судебную ветеринарную экспертизу? Какие требования к таким организациям? Любая. Любая. Суд вправе назначить любую ветеринарную организацию, любую организацию, которая имеет право на ветеринарную деятельность, на проведение судебной ветеринарной экспертизы. Если это дело касается именно экспертной работы, то это может быть только государственная структура. Если осуществляться будет просто контроль, выдача, к примеру, провести лабораторные исследования, либо провести вскрытие, это может сделать любая организация. Но заключение может дать только государева. Все, коллеги, все, вопросы у нас исчерпаны. Большое спасибо. Я вас поздравляю всех с наступающим Новым годом. Дай Бог в Новом году, чтобы не было резких изменений в законодательной базе, чтобы были нам послабления, чтобы контрольщики и проверяльщики получали большую заработную плату, и чтобы у них не было желания приходить к нам. А если уж они к нам пришли, то мы с вами обязаны знать, как себя защитить. Любые вопросы, которые будут у вас возникать, пожалуйста, направляйте на адрес Артема Сергеевича. Мы постараемся на все эти вопросы ответить. Большое спасибо, коллеги. Всем до свидания. С Новым годом.